Частный сыск в России Действительно занимаются отечественные пинкертоны. Сколько стоит провести независимое расследование? И все ли тайное становится явным? Наша задача как можно быстрее за бюджет, который согласован заказчикам, решить его задачу. Это может быть месяц, это может быть день. Сделали за день честным и хвалом. Три года назад в основном обращались в постфактум. Мы отгрузили товар, а нам ни деньги, ни товара. Люди пропали. Мы сделали предоплату за что-то, нам не поставили товар. То есть их уже обманули, уже все пропали, и они не знают, что делать. В основном детективное агентство занимается экономической безопасностью, проверкой деловой репутации того или иного контрагента для бизнеса, какими-то кредитными историями, какими-то историей связанными, с теми процессами, по которым предприниматели не могут обратиться в органы, например, внутренних дел. Сегодня в России выдано менее 900 лицензий на детективную деятельность. Заниматься частным сыском в нашей стране нелегко. У отечественных пинкертонов слишком много ограничений. Чтобы стать сыщиком, нужно иметь юридическое образование или закончить курсы подготовки детективов. Заменить их может служба оперативникам или следователям не менее трех лет. Существует и ряд запретов. Например, психические отклонения или судимость. Нельзя заниматься частными расследованиями и тем, кого уволили с госслужбы по компрометирующим основаниям. Олег Зимин частным сыском занялся еще в период перестройки. Гонорар за первое дело оказался таким же, как месячный оклад работника московского уголовного розыска. Детективная деятельность быстро увлекла оперативника. Номер лицензии Олега – Д-300-1. Он получил ее в 1993 году. Как одному из первых в профессии в Москве, работы ему хватало всегда. В практике были дела раскрыты из-за бесценок и случаи с солидным гонораром. Для компании, конечно же, бюджет может составить от 600-700 тысяч рублей до полутора, до двух миллионов рублей. Максимальный бюджет, который я получал по договору, составил 3 миллиона 800 рублей. Пропал собственник, и нам нужно было его найти. В итоге нашли труп. Как правило, частные детективы занимаются раскрытием экономических преступлений в интересах бизнеса. Чаще всего дело касается кражи. На втором месте – доступ к коммерческой тайне или ее разглашение. На третьем – мошенничество. Нередко детективы разбираются с незаконным получением кредита или нежеланием его погашать. Не обходится и без специфических контрактов. Олег Зимин за четверть века работы так и не составил стандартного прайс-листа. Стоимость своих услуг он всякий раз оценивает интуитивно, исходя из опыта похожих дел. В последнее время особенно часто приходится помогать бороться с главным российским злом – коррупцией. Используя методику «тайный покупатель», мы выявляем те случаи, когда нам предлагают, простым языком называя откаты. То есть мы выявляем те компании, которые используют в своей деятельности незаконные способы мотивации. Пистолеты, жучки и супермодели – это не про российских детективов. В средствах их серьезно ограничивает закон. К примеру, сыщику запрещено пользоваться скрытыми камерами, прослушивать телефоны, вскрывать письма. Вооружиться он может только диктофоном, фотоаппаратом да газовым баллончиком. Сбор информации сегодня – трудоемкий процесс. А сама она порой оказывается незащищенной. Пришло время предусмотреть законодательно детективную тайну. Потому что человек или юридическое лицо, обращаясь за той или иной услугой в рамках компетенции детектива, он должен понимать, что информация, которую он будет предоставлять частному детективу, она будет сохранена. Поиск без вести пропавших – стандартная практика для частного детектива. В отличие, например, от слежки за человеком. По закону, сыщик обязан получить на нее разрешение от того, за кем следит, или его законного представителя. Причем супруг в эту категорию не входит. Честный детектив никогда не станет ворошить семейные дела. А вот за детьми в России наблюдать можно. Но только с согласия их родителей. Обычно, если обращаются в отношении детей, это всегда какой-то не очень приятный момент. Начинают подозревать, что не в правильную компанию попал. Употребляют, не дай бог, наркотики. Или передает их, продает и так далее. Сбор информации о человеке в среднем занимает до двух недель. И услуга эта не из дешевых. От 20 тысяч рублей в день. В случае, если за объектом слежки нужно ездить, стоимость увеличивается в разы. По словам Алексея Миронова, за последний год расходы детектива сильно выросли. Подорожал бензин и доступ к базам данных. А это большая часть себестоимости расследования, не считая премиальных. Я работаю обычно за 10-15% от общей стоимости работ заказа. Но это может варьироваться, может доходить до 100%. То есть в зависимости от сложности и напряженности какой-то задачи. То есть условно это будет стоить 100 тысяч рублей, и я возьму 100 тысяч себе. По закону, с иском в чистом виде в России могут заниматься только индивидуальные предприниматели. Но на этом поле работают и юридические лица. Свои услуги они представляют как консультирование по вопросам безопасности. Властоконсалтинг уже больше 20 лет защищает своих клиентов от фирм-однодневок и сомнительных кандидатов на работу. Мы должны какую-то получить информацию не только о профессиональных качествах того или иного кандидата на замещение вакансий, но и по возможности определить его личностные характеристики. Насколько он адекватно вел себя на предыдущих местах работы. Действительно ли он ушел по собственному желанию, или его по существу заставили покинуть компанию. Проверка одного резюме может стоить от 2 до 50 тысяч рублей. Цена напрямую зависит от уровня вакансии. И бизнес готов тратить такие деньги. По опросам PricewaterhouseCoopers в половине случаев мошенничества в российских компаниях угроза исходила изнутри. И чаще всего от руководителей среднего и высшего звена. Для власты консалтинг, проверка бизнес-партнеров и персонала заказчика – лишь половина дохода. Вторую часть приносит борьба с контрафактом. Клиент оценивает затраты на борьбу с контрафактом как инвестицию. Если ущерб, предотвращенный ущерб, то есть очищенная доля рынка от контрафакта, превышает значительно затраты на нашу работу, то клиент понимает, что это имеет смысл. По некоторым брендам ущерб десятки раз превышает затраты на данную работу. По некоторым он примерно сопоставим. Работа по одной антиконтрафактной компании может занять от полугода до полутора лет. За это время сыщики отрабатывают несколько сигналов о нелегальном товаре, выясняют точки его продажи и производства, проводят контрольные закупки, исследуют некачественную продукцию. Вся информация передается в правоохранительные органы, которые и задерживают преступников. Только за последние два года «Властоконсалтинг» помогла провести более 4,5 тысяч рейдов по выявлению нелегальных производств. 114 предприятий в результате было закрыто. По программе автомобильных масел были нарушители, которые переезжали по всей России и переносили свои производства после того, как их производство закрывалось сотрудниками правоохранительных органов. Но самих организаторов привлечь к ответственности удалось спустя только несколько лет и после нескольких закрытых производств. Пару лет назад государство обратило внимание на нужды профессионалов частного сыска. Пока о существенном расширении полномочий детективов речи не идет. Но вопрос допуска на рынок юридических лиц почти решен. А упрощение лицензирования – то, что профессионалы рынка обсуждают с государством прямо сейчас. Надо упростить само получение лицензии. А возможно передать это все саморегулируемой организациям. Когда саморегулируемые организации в рамках законодательства регулируют процессы, которые происходят в их профессиональном сообществе. Регулируют, кто соответствует, кто не соответствует. А надзирающие органы, органы контроля, они могут проверить всегда. Только по официальным данным ежегодные потери российского бизнеса от экономических преступлений превышают 300 миллиардов рублей. Восстановить репутацию и продолжить дело предпринимателям все чаще помогают частные сыщики. По словам детективов, за последние два года их портфель заказов вырос в среднем на 30%. И они надеются, что внимание государства этому росту не повредит. Все тайное когда-нибудь становится явным. И это элементарный бизнес-вектор.